это только начало это только начало я владимир аевский так ну что все задание отправлено да я хотел бы рассказать про книгу стивена пинкера значит это действительно крупные ученые которые как бы он сплетает вместе историю философию разной естественной науки и главным образом главный его тезис он доказывает почему вероятность насильственной смерти сейчас ниже чем когда-либо еще и вот как это случилось и что нам это говорит нашей собственной природе ничего не могу оттуда протестировать я читал кажется какую-то новую на репаблике новую главу из новых главу из новой книги стивена пинкера ну короче говоря он рассказывает о том как 20 век действительно страшный кровавый мы знаем что только в первом мировой войне погибло народу больше чем во всех войнах до этого вместе взятых как он сделал насилие не вполне ординарным спутником нашей жизни и как он как 20 век заставил обращать на него гораздо больше внимания как в общем с помощью этого насилия в мире стало меньше но мы знаем что когда времена спокойнее когда насилие меньше на него больше обращают внимание там насилие в в россии явно было там на бытовом уровне там среди полиция какие-то там силовые структуры тюрьмы школы все это было ничего все это было не меньше никогда но сейчас этому уделяется такое большое внимание может быть как раз ввиду того что его просто становится меньше поэтому каждый этот каждый случай все более более выпуклый но в общем мои рассуждения довольно примитивны по сравнению с рассуждением господина пинкера вот в книге с этим по-английски она называется клёво the better angels of our nature лучше ну да лучше в нас лучше ангелы нашей природы дословно короче говоря мы вам вручим если вы в нижнем новгороде правильно отыщите магнитик пришлете нам с ним фотографию повторяю еще раз задание на большой покровской довольно шумно но ваш внутренний голос уличным музыкантом никогда не заглушить что уж говорить о всепроникающем голосе за кадром голос за кадром услышите его а потом найдите под буквой м нащупайте магнит с логотипом серебряного дождя и присылайте нам фотографию с ним на номер плюс 7903 797 6333 плюс 7903 797 6333 забейте просто номер ваш телефон присылайте в ватсап фотографию как только найдете под буквой м тот самый магнит который я припрятал и не забывайте пожалуйста дорогие друзья не забывайте делать пометку конкурс нам будет гораздо проще отыскать ваше сообщение среди всех прочих которые вы нам к нашему удовольствию присылаете вот станислав с пятигорска пишет как по моему больше чем когда-либо насилие это ну вот смотрите вроде бы кажется что да но времена не выбирают и представить представить тот же мир но сто лет назад насколько все-таки больше было в нем насилия даже в россии которую мы потеряли до революции все-таки счастливой россии прошлого да счастливой россии прошлого все-таки это был совсем другой мир я понимаю что создается впечатление что сейчас как никогда и теракты и талибан и две мировые войны у нас в прошлом и россия пережила ну бог знает что просто что-то невероятное но на самом деле вот господин пинкер он же не не из потолка взял эти тысячи страниц и вдруг пришел к такому воду это все-таки продукт некоторых размышлений и рассуждений думаю с ними будет довольно любопытно ознакомиться я чтобы вы понимали посмотрите если смотрите трансляцию действительно за тысячу страниц то есть главное не прибегнуть к насилию когда берете эту книгу в руки я уверена что мы живем во время ну просто лучшее из того что было особенно если это мерить критерием насилия ну да да и не только она конечно на самое лучшее свободное несмотря ни на что я же тоже не идиот я же понимаю что же новости смотрю я тоже из-за них переживаю вы понимаете что я делаю это делаем этот вывод мы с мари одновременно с поправкой на все то что раз в час раздается в студии серебряного дождя а именно новости из россии мы не идиоты все понимаем так ну что давайте начнем не знаю в каком порядке давайте наверное все таки в прямом порядке поговорим действительно мне пришлось попутешествовать за пришлось прям я был вынужден путешествовать бедный владимир как же ты вынес и австрию еле-еле перенес путешествие в австрию и зальбургский фестиваль еще раз напомню что каждое лето вот уже 101 год в зальцбурге проходит зальцбургский фестиваль когда-то это мероприятие начиналось в 1920 году придуманная тремя смельчаками эрихардом штраусом максом рейнхард эрихардом штраусом композитором режиссером и драматургом максом рейнхардом и драматургом гуга фон гофман сталин они придумали такую на обломках послевоенного мира на обломках послевоенной европы такую штуку как театральный фестиваль что-то все поменялось после первого мира войны что-то надо было придумывать надо было продолжать как-то заниматься искусством денег ни у кого не было европа правда лежала в по крайней мере в экономических руинах целиком империи были разрушены какая ждет новая жизнь в 20 веке люди еще не подозревали не подозревали обо всех ужасах 20 века вот и значит эти трое людей в зальцбурге придумали такой фестиваль просто играть театр гуга фон гофман сталин писал пьесу имя рек едерман по немецким и они решили поставить где денег них не было театр они арендовать не могли ничего у них никаких средств них не было поэтому они просто договорились архиепископом зальцбурга что они сыграют на площади и сыграли едермана в первый раз летом 1920 года на соборной площади зальцбурга прямо перед кафедральным собором но все это дальше дело пошло у фестиваля была долгая и славная история теперь это превратилось все в крупнейший форум академической современной скажем так этим академической культуры это фестиваль на котором как правило за лето от четырех до семи восьми оперных постановок с крупнейшими исполнителями оперной музыки в мире туда там приезжают и анна нетребка и надежда павлова и и в общем что перечислить все 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 также приезжают лучшие оркестры и лучшие дирижеры тоже со всего мира помимо довольно дорогостоящих оперных постановок там можно услышать самые разные концерты и сольные фортепианы и сольные скрипичные сольные виолончельные и современную музыку и музыку в церквях и огромные симфонические оркестровые концерты все 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 и к этому еще и продолжается театральный фестиваль но на немецком языке поэтому я так никуда не сходил каждый год без перерыва на площади играет ту самую пьесу едорман с которой начался зальбургский фестиваль и все это превращается в огромный форум мировой современной академической культуры на который приезжает все как все музыканты так как все певцы как так все театральные деятели ну и конечно любители культуры со всего мира поскольку зальбургский фестиваль это мероприятие старинное буржуазное и в общем такое укорененная в семейной традиции многих довольно состоятельных семей европы то это довольно такое специфическое мероприятие туда приезжаешь видишь очень много людей старшего возраста в очень дорогой одежде там пробираясь по ряду к своему месту ты понимаешь перед тобой встает там около миллиарда долларов выраженных бриллиантах которые надели на себе эти люди все это понятно и забавно но помимо этой публики туда приезжает еще самая лучшая публика в мире вот на мой личный взгляд самая пытливая самая открытая всему новому самая любознательная самая жадная до современной культуры и которую ничем не возьмешь это люди которые не будут громко и шумно выходить из зала если им там покажут что-то радикальное если там будет кто-то голый раздеты кто то будет что-то кричать никогда эти люди даже если они консервативных убеждений даже если они ездят на этот фестиваль уже там 50 лет они настолько приучились воспринимать культуру как поиск по культуру как раскрытие новых границ культуру как раз расширение границ дозволенного что они относятся к любым экспериментам открыто и с легким сердцем несмотря на то что это фестиваль академической культуры там очень много экспериментов очень много всего нового туда едут лучшие режиссеры самые склонные к экспериментам и к новаторству и вот такие постановки там можно увидеть то есть с одной стороны это фестиваль консервативная и буржуазная с другой стороны во многом очень радикальные во многом новаторский я рассказывал уже про некоторые вещи которые мне там удалось увидеть услышать в прошлом эфире который я вел как раз из Зальцбурга в этот раз я хотел бы рассказать еще про две постановки но начну наверное с наверное с самого знаковой постановки самой эмблемной постановки этого фестиваля ее устроили на двоих музыкальный руководитель этой постановки теодор курензис и его оркестр и хор музыка и терна и знаменитый итальянский режиссер нужен мировой режиссер ромео костелучи они поставили наверное главную оперу в истории оперы это опера дон жуан вольфганга а моцарта дон жуан наверное опера которая ставилась наибольшее количество раз нет все таки больше всего на расставили волшебную флету в зальцбурге но дон жуан там где-то не не намного отстает понятно что моцарт как зальцбургский урождение зальцбург зальцбургский уроженец самый часто часто исполняемый композитор на фестивале ну и каждый раз надо с ним что-то придумать что-то изобретать из этого вот с постановкой дон жуана в этом году произвели невиданные манипуляции там произошло что-то чего наверное в опере не ожидал увидеть даже я ну я там кое-какие вещи мне доводилось повидать но такого дон жуана я наверное не видел и не мог себе представить никогда представьте себе еще до знаменитой увертю у вертюры огромную церковь с белыми стенами с крестами статуями в нишах и все как мы привыкли в католическом мире еще до начала до первых звуков моцартовской увертюры туда вбегают рабочие начинает все это выносить и иконы и статуи и крест остаются только белые голые стены а потом звучит знаменитая увертюра поэтому полу пробегает козел этот козел это только первый из символов который который являет нам фейерверком ромео костелуччи потом на эту сцену с грохотом из-под колосников упадет автомобиль потом на эту же сцену пойдет еще и рояль на обломках клавиатуры будут играть музыку и дальше будут происходить самые разные события наверное меньше всего которые мы можем представить зная сюжет дон жуана который был использован не только моцартом как мы знаем но и другими композиторами и нашим пушкиным в его трагедии в общем там будет проследить что-то чего меньше всего ожидаем увидеть целый розовый сад из сотен женщин которых кстати набрали из обычных жительниц зальцбурга там будут появляться очень странные предметы несколько животных все это будет иметь как иметь прямые отсылы к означаемому к тому что имел ввиду ромео костелуччи это значит что это будет очень много аллюзий на тему европейской культуры европейской мифологии античной мифологии которая прямым образом сопряжена с нашей жизнью сюжетом дон жуана современным миром и перекличками уж дон жуан перекликается современным миром как ничто наверное да ну потому что вот есть герой который всю всю дорогу всех соблазняет и относится к женщинам как к такой питательной среде гумусу как к топливу для своей жизни вот понятно что современный мир не может трактовать это в ровно тем же образом которым это трактовали байрон и пушкин вот и в современной культуре есть свои взгляды на на эту же проблематику их конечно тоже затрагивает костелуччи все это вместе производит впечатление такого огромного фейерверка огромного салюта из самой разной символики самых разных эффектных жестов самого разного производимого над нами эффектно эффекта как воздействующего воздействующего на нас с помощью эффектности так и с помощью глубокого смысла в нем заключенного но можно не разгадывать все эти ребусы можно не знать что все это значит я пока вот еще не успел прочитать всего большого количества текстов об этой постановке которую себе заготовил но это все производит в первую очередь впечатление целиком просто как большой грандиозный акт искусства это все действительно довольно грандиозная постановка довольно грандиозное зрелище и она грандиозно не только в виду опять же этих эффектов но все-таки не в каждой опере машина падает сверху на сцену а еще в виду того что это действительно огромный интеллектуальный чувственный путь который прошли постановщики этого спектакля но помимо всего этого мы помним что он дон жуан это еще и выдающаяся опера представляющая массу возможностей для музыкальных скажем так для проявления себя в музыкальном смысле и здесь теодор курензис уж казалось бы музыкант и музыкальный руководитель показавший нам уже довольно многое он и здесь наверное прыгает через головы и создает из дон жуана что-то совершенно невероятное я вот такого дон жуана там мне доводилось услышать в разных интерпретациях и в частности в интерпретации то дару курензиса шесть кажется лет назад тоже но кажется этой постановкой в этой остановке случилось что-то совершенно особенное оркестр дает моцарта таким каким я наверное его вот по крайней мере таким и вы еще никогда не слышал понравится ли это вам я не знаю вам я расскажу буквально через пару минут где вам можно будет собственноручно это все послушать и даже увидеть но одно я думаю не вызовет никаких противоречий и никаких сомнений это в том что в этой опере есть один там все голоса хороши все артисты изумительно вместе итальянцы и американцы и одна барышня из германии чудесная но я думаю что главным голосом этой обстановке можно с легким сердцем назвать нашу соотечественницу с вами это надежда павлова она поет дону анну это что-то совершенно невероятное надежда павлова закончила петрозаводскую консерваторию и долгое время по работал там же в петрозаводске филармонии пока я не нашел валерий платонов которая пригласила ее в пермь там ее заметил тадор курензис надежда павлова блистала сначала в партии дона анны в том же самом дон жуане но потом случилось что-то после чего и заметили все она исполнила партию виолетты в постановке роберта уилсона на дягилевском фестивале в перми и тогда взошла ее звезда так вот ее звезда сияет и поныне и казалось бы что ярче уже некуда но кажется в ее можно услышать скажем эти этой осенью в постановке садков большом театре всем рекомендую и как-нибудь ближе к делу расскажу об этом подробнее но то что надежда павлова делает в партии дона анны в дон жуане в зарзбурге это что-то совершенно невероятное абсолютно фантастическое неземное исполнение и и профессиональной по высшей мерке этого слова вот надежде павловой хотел бы пропеть в очередной раз ассанну то что она делает в первой аре дона анны в трауре в своем отчаянии я думаю что это ну а должно просто войти в историю исполнения моцартовских арий вот нам остается только гордиться тем что госпожа павлова наша соотечественница и у нас есть частая довольно возможности услышать напоследок своей апологии этому дон жуану я хотел бы сказать что до вот еще какое-то время ее можно посмотреть и услышать и посмотреть в видео версии которая для всех наших европейских слушателей болтается на сайте канала арте но его трансляции в россии закрыта но в россии на сайте музыка и терна . org то есть на сайте оркестра теодора куринзиса есть телевизионная версия той самой постановки дон жуана которую вы можете посмотреть и услышать и посмотреть и услышать в довольно хорошем качестве очень классно снято прямо там в зальсбурге буквально все то же что видел я сможете увидеть и вы музыка и терна . org но вы легко нагуглите эту запись в интернете она будет там еще несколько недель не пропустите и посмотрите пишите нам свое мнение мне будет очень интересно обсудить с вами потому что пока это конечно театр родного актера мне бы хотелось с вами в диалоге тоже продолжить обсуждение этой довольно таки грандиозной постановки мы вернемся после музыкальной паузы и я расскажу об еще одной постановки за львовского фестиваля которая безусловно заслуживает внимание просят нас повторить название книги и еще раз где можно и в ютюбе да да ну в ютюбе скажу потому что правильно скажу стивен пинкер лучшие в нас показываю вам ее в камеру издательства альпин нонфикшн олег из тюмени поскольку мы дружно владимира решили что вы амбассадор австро-венгерской империи и германского мира вот дописочка такая мы требуем серию подкастов про культуру дальше музыку кинематограф факты прочее в австро-венгрии были пок габс губерга в баварию моцарта волшебную флейту дорогу любви шиллера и долину реки рейн и небелунгов а я брат ничего про это не знаю честное слово как зовут нашего слушателя олег 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 из тюмени олег из тюмени ничего про это не знаю чтобы завести подкаст про австро-венгрию я бы его сам слушал бы с удовольствием потому что правда очень люблю и культуру тоже люблю но я же это вы слишком хорошо вам не думаете так некоторые поправляют тебя что в ярославле кинотеатр называется не гром а горны два человека нам пишет возможно из ярославля так доброе утро а когда вернется лобковский я это кто нам пишет евгения евгения лобковский возвращается на следующей неделе во вторник все у нас будет по расписанию у михайла был большой отпуск в одессе о чем он писал в социальных сетях вот так что следующий вторник это какое число у нас будет это у нас седьмое и шестого числа вернется в эфир александр добровинский по поводу йоги для мозгов мы хотели изменить немножко формат программы но в любом случае программа в эфир возвращается будут ли сокровища в казани приглашайте владимира в казани я думаю что будут сокровища и в казани у нас в следующем часе в 10 минут не будет рекламы поэтому прямо после новостей сразу работаем до 30 это только начало этерна по-итальянски означает вечность пишет там сергей специалист эксперт через дефис ну не совсем по-итальянски на латыни означает действительно вечный или вечная но вот но там же а эль терна не совсем эль терна хор тоже называется музыка эль терна руководитом виталий полонский и отдельно хотел бы отметить его роль тоже в той же постановке дон жуана значит что еще раз хотел напомнить что всю эту постановку можно посмотреть на музыка терна точка орг все то что я увидел возмутиться и не согласиться со мной ради бога приветствуется только пожалуйста пишите и пишите аргументированно чтобы мы с вами могли продолжить дискутировать но согласитесь все это заводит довольно сильно да хочется это увидеть вот я вам предлагаю это сделать вторая постановка которую я увидел тоже в зальцбурге это там пела она не трепка поэтому там количество бриллиантов было повышенным и количество смокингов тоже но и так там немало но тут было что-то вообще невероятное я знаю что многие люди прилетают за альцбург на своих частных самолетах только чтобы услышать нетрепка улететь обратно вечером когда нетрепка поет в зальцбурге забронированы все дорогие гостиницы и обычно это люди из россии и азербайджана да я шучу много-много-много правда я не знаю что это азербайджаном я понимаю про мусор анны нетрепка да да но чего-то там не знаю может я их просто не замечал вот но русских действительно больше чем обычно да действительно там правда бронируют все дорогие гостиницы довольно сложно найти хороший отель в общем происходит там что-то маловероятное постановка в которой пела анна в этот раз называется тоска эту оперу написал джакомо пучини она поставлена по пьесе сарду там события происходят в июне 1800 года какая история там есть частная личная история есть художник у него есть возлюбленная который зовут флория тоска они любят друг друга и вдруг случается определенные события сейчас расскажу какие этого художника арестовывают человек который арестовывает этого художника значит очень любит и хочет эту тоску и говорит чтобы она ему отдалась тогда он отпустит художника в общем она идет на некоторые уступки после чего убивает своего мучителя художник расстреливают в общем тоска бросается с крыши такая происходит трагедия и все казалось бы такая довольно сопливая оперная мелодрама или опереточная и несмотря на все трагические события которые за этим стоят казалось бы это должно быть про таким довольно банальным сюжетом но в опере тоска джакомо пучини за всем этим стоит большой исторически серьезный пласт и он делает происходящее событие гораздо фактурней гораздо гораздо значительней дело в том что италия довольно долго представляла собой ряд независимых государств независимых городов и земель в центре находилась папская область и вот в конце 18 века французская армия наполеон вторглась в италию захватила рим в девяносто восьмом году и там появилась республика и эта республика управлялась консулами они французы естественно охраняли ту республику как как свой форпост в италии ну а республиканцы естественно противодействовали монархии были очень рады что наконец-то италия стала республикой в девяносто девятом году в 1799 французам пришлось оставить рим он был оккупирован войсками неаполитанского королевства а потом они снова вошли в рим в мае 800 года и вот летом 1800 года наполеон встретился с армии австрии в битве примаренга и вокруг вот это сама битва примаренга разворачивается всей вся история оперы тоска консул той самой республики которая пала потом снова была восстановлена наполеоном потом снова упал и вот наконец случились те события которые должны были решить ее судьбу консул той республики бежал он был политическим преступником в монархической италии и его по сюжету оперы укрыл тот самый бедный художник который работал в одной из римских церквей он его укрывает за ним охотятся полиции в частности такой же жестокий человек по имени скарпия который хочет его найти одновременно или очень любит тоску он понимает что этот беглый консул спрятался где-то здесь художник укрывает его у себя на вилле флория тоска поет тем вечером концерт в честь якобы победы итальянцев в той самой победы австрийцев той самой битве примаренга вот жестокий карпий арестовывает ее возлюбленного начинает его пытать приводит до тоску чтобы она послушала как кричит ее любимый человек она после этого говорит что она отдастся этому скарпио убивает скарпио кинжалом его возлюбленного там тоже после разных перипетий казнят ну и тоска этого не выдерживает и бросать с крыши все вроде в тот же сюжет я пересказал но на фоне больших исторических событий он становится не просто сюжетом о сбамошной певицы которая потом оказывается лицом к лицу с трагической с трагическими обстоятельствами и с трагической любовью а становится уже полноценным таким политическим высказыванием вот хотите узнать что сделали с этим сюжетом зальцбруги и что там сделала она нетрепка и в какой роли выступил юсифа и вазов ее партнер в жизни и на сцене вот об этом я расскажу после выпуска новостей а вы не переключайте пожалуйста серебряный дождь мы обязательно вернемся в эфир программа это только начало потому что это только начало и трансляция на youtube канале серебряный дождь сто ровно и одна десятая фм 9 утра в москве студии фил кружков здравствуйте джо байден назвал успешной миссии выход соединенных штатов из афганистана по словам американского президента вашингтон завершает эру попыток переустроить другие страны с помощью военного вмешательства в обращении к нации трансляция велась на канале белого дома в ютюбе он подчеркнул что эвакуация состоялась благодаря храбрости и самоотдаче военных дипломатов и сотрудников разведки которые рисковали своей жизнью вывозя из афганистана американцев и других граждан в россии сегодняшнего дня появится новый дорожный знак фото видеофиксации гбдд предупреждает что новый знак заменит табличку которая устанавливалась на дорогах с участками где есть камеры разница в том что та могла устанавливаться лишь под каким-либо другим дорожным знаком а теперь стала возможна и отдельная установка ставить знак будут на расстоянии 150 300 метров от начала зоны видимости камеры windows 11 выйдет 5 октября об этом сообщается в блоге microsoft с этой даты новую операционку будут устанавливать на новых компьютерах которые поставляются с предварительно загруженным софтом помимо этого с 5 октября пользователь компьютеров с windows 10 получит возможность бесплатно обновить до windows 11 этот процесс будет происходить поэтапно в microsoft предполагают что все обладатели десятки смогут перейти на новую оэс к середине 22 года windows 10 вышла в 2015 году перерыв в шесть лет между выходом двух операционных систем стал самым длительным за все время существования windows венецианский кинофестиваль открывается сегодня фильмом педро альмадаура о параллельной матери на работа испанца одна из самых ожидаемых премьер года внимание кинокритиков также привлекли ленты рука бога пауло сориентино биографическая картина спенсера о принцессе диане фильм ридли скотта последняя дуэль и сила собаки с бенедиктом камбербэтчем в одной из главных ролей в основном конкурсе представлены российский триллер капитан волконогов бежал про сотрудника нквд которому дается шанс искупить свою вину зла злодеяния сборная россии по футболу сыграет сегодня в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 22 года с командой хорватии это первая игра россиян под руководством нового главного тренера валерия карпина сам карпин заявил что за два-три дня невозможно подготовить команду а ничья будет результатом не самым плохим карпин сменил на посту главного тренера сборной станислава черчесова после провального выступления национальной команды на прошедшем чемпионате европы также сегодня в ближайших выпусках новостей сбербанк начнет выдавать ипотеку молодым людям с 18 лет отец бритни спирс потребовал два миллиона долларов за немедленный отказ от опекунства над ней в мчс сообщили об грузе мощного извержения вулкана шиви луч на камчатке подробнее об этих других событиях сегодня в течение дня спасибо филиппу к слову про венецианский кинофестиваль в 11 35 первый выпуск венецианского дневника от антона долина начинаем уже сегодня предвкушение от венецианского кинофестиваля антон поделится 11 35 по москве загруженность дорог 3 балла с первым днем осени в москву пришла прохлада и дожди сегодня днем в городе ожидается переменная облачность воздух прогреется не больше 18 градусов тепла и в течение всего дня ожидаются дожди ночью 12 градусов снова дождливо и 2 сентября завтра еще прохладнее будет 14 градусов и снова дождь youtube канал серебряного дождя заходите подписывайтесь комментируйте и смотрите трансляцию это только начало из студии это только начало это только начало я владимир аевский вот закончу свой рассказ о зарубежном фестивале рассказом о об опере тоска которую там поставили с анной трепков главной роли естественно в партии флори тоски а там кстати других женских партий нет ну вот что же сделали с этим политическим острым сюжетом в котором казалось бы есть довольно много мы довольно много можем из из этого сюжета взять чтобы провести явные скрытые параллели с сегодняшним днем там есть запрещенная организация из политические преступники есть иностранные агенты есть диктатор беспредельщик есть религиозные скрепы есть довольно сложный моральный выбор есть вероломство и насилие что из этого осталось в познавке у перетоска ничего казалось бы и и они трепкой и и усифа и вазову из азербайджана было бы что спеть на на все эти темы и на политических преступников на тему и на агентов и на тему запрещенной организации но как-то все из все из этого было убрано все это начинается как я рассказал про биту примаренга и про наполеона и про про итальянскую республику все это начинается просто как перестрелка мафиозные и в итоге тот человек который по сюжету консул который прячется в этом римском в этом римском соборе который расписывает художник возлюбленной тоски он просто участник одной мафиозной группы которая противодействует другой мафиозной группе все это происходит в италии непонятно то ли восьмидесятых то ли 90-х годов естественно это скарпи это мафиозный босс и в общем все как-то сводится к тому что весь этот сыр бор из-за того что там кто-то не поделил какой-то хабар какое-то там ограбление случилось унесли какие-то деньги и что там их не поделили но интерпретация учитывая особенно италию и некоторые особенности социального устройства и в италии интерпретация наверное правомочная могло могла такая история случиться в мафиозном мире могла конечно но делает ли это для нас сколь либо значимым все то что происходит в опере тоска и делает ли эту музыку более заметной возвышенной отчетливой а музыка замечательной которым стал пучини да нет пом не делает может быть это связано с тем что есть оперные исполнители которые готовы во имя музыки во имя искусства на многое есть наверное исполнители которые так долго находятся на олимпе славы что их ощущение от самих себя не предусматривает никакое помещение себя в какой-то контекст кроме как лучезарного подожди а почему ты говоришь про исполнителей ведь оперу ставит режиссер это его авторское видение очень часто как мне объяснили иногда бывают такие ситуации в которых исполнитель может навязать свою волю режиссеру потому что просто отказывается делать какие-то вещи на сцене в общем когда постановка согласовывается с исполнителем потому что он приобретает уже такое значение а это опера изначально ставилась под нетребка то есть режиссер понимал что вот да да но вы на самом деле все можете меня не слушать и вполне возможно что многим она понравится по крайней мере вот мы с товарищем почитали немецкоязычные газеты на следующий день и там многие были в восторге и говорят что это совершенно блестящая партия и замечательная обстановка и пучине звучит нежно и страстно не знаю у меня вот сложилось иное совершенно впечатление от этого ну что я и единственное я хотел еще раз повторить что за лесбургий фестиваль это такое событие в культурном мире в котором который имеет право на любой промах и любые тут принять тут не работают такое нравится не нравится мне понравилось мне не понравилось это можно сказать там не знаю сходя сходив в кино вечером на какое-то проходное но все что происходит там можно рассматривать только через призму большого события так вот так сложилась история так так сложились обстоятельства что все что происходит в зальцбурге имеет значение даже если там ты можешь внутренне быть с этим не согласен это может входить в какие-то эстетические противоречия с твоей системой вкусов с той системы координат но так или иначе все что происходит даже вот то что я описал это все-таки очень очень значительно и для культуры это имеет большое значение поэтому я лично смотрю на на это тоже как на очень важный для себя зрительский слушательский культурный опыт и я предпочел бы чтобы он все-таки со мной был чем его бы не было вот что хотел сказать на на эту тему спасибо большое что послушали про зальцбург надеюсь что вернусь туда еще через год еще много чего расскажу ну и про сам город я теперь довольно много всего на узнавал с удовольствием буду вам периодически рассказывать может так статься что этом окажусь еще раз до следующего фестиваля так что будет повод поговорить с вами еще о том что этом увидел как нибудь найду еще момент улучшу и расскажу да нет хотя сейчас расскажу в общем там в части азальцбурга есть такое местечко которое называется бат ишель это бат ишель это маленький крохотный скромный провинциальный австрийский городок который остался бы таким маленьким скромным провинциальным и и так далее если бы не произошло одно событие мама знаменитого императора в австро-венгрии франца иосифа который правил безраздельной австрии с 1848 до своей смерти в 1916 то есть представьте себе почти 60 лет почему почти 60 лет почти 70 лет простите пожалуйста значит безраздельно правила австрии и с одной стороны вылепил ту самую австро-венгрию которую мы любим с нашим уважаем слушателем из тюмени а с другой стороны который довел ее до такого состояния в котором она уже не могла существовать по-прежнему и там назрели огромные социальные противоречия но они все пошли наружу надорвались и привели австро-венгрию к краху в общем этот самый человек мог не появиться на свет потому что его мама эрцгерцогиня софия никак не могла зачать ребенка у нее было четыре пять выкидышей подряд и в общем ей врачи порекомендовали поехать куда-то на природу попить водички минеральные и полечиться и она поехала в этот бат и жиль по совету врачей и уже в 1840 1830 году родила первенца это был тот самый франц иосиф после него было еще четверо опять же простите не помню или пятеро детей их называли соляными принцами потому что они все родились на этом соляном курорте и вот таким образом бад и жиль был связан с персоной франц иосифа с самого начала значит он стал императором и продолжил молодым человеком ездить в этот бат и шиль тем более что там очень любила по-прежнему бывать его мать и он к ней туда приезжал проблем была одна в 48 году это было даже не проблема по всей европе прокатились революции в австро-венгрии тоже началась революция естественно пошла из будапешта потому что венгрия все хотела самостоятельности и отделения от от своей владычицы австрии эту революцию благополучно подавили австрийцы при сотрудничестве замечательной страны под названием российская империя и франц иосиф усидел на своем престоле вот свои там 18 лет полные но я говорю это даже не было проблемой а проблема была в следующем до двадцати там трем или четырем годам он был властителем полуевропы одним из крупнейших монархов мира и он был не женат это была проблемка никак не могли найти для него подходящую барышню в итоге мама позвала свою двоюродную сестру и под свою родную сестру и подумала что ее дочка то есть двоюродная сестра самого франц иосифа может составить блестящую партию ну почему бы собственно нет и устроили бал на который эта принцесса елена прибыла и с ней была ее младшая сестра по имени елизавета ей было на тот момент 15 лет она была еще совсем дитя но в нее страстно влюбился молодой молодой император франц иосиф и через некоторое время ее выдали за него замуж и она стала той самой императрицей елизаветой которую еще называли сиси так ласково францель и сиси обращались друг другу эти муж женой на их на их помолвку наверное на их бракосочетание мама с та самая разгиросогения софия которая зачала своего родила своего первенца и всех последующих соляных принцев в этом бад ишли подарила поместье в этом бад ишли это был просто красивый дом построенный в духе бедермеера но этот дом значительно перестроили под нужды императорской семьи и франц иосиф так полюбил эти места что он начал ездить туда каждое лето и этот крохотный бад ишель никому не нужный до этого стал фактически летней резиденцией императора и важнейшим местом на карте европы там принимались все важнейшие решения там император проводил все летние месяцы вместе с императрицей но франц иосиф был человеком таких довольно понятных по тому времени вкусов очень любил армию очень любил армейский порядок и дисциплину вставал в 6 утра спал на жесткой койке и очень 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 маниакально любил охотиться он все близлежащие к этому бад ишлю леса объездил с ружьишком и со своей командой егерей и расстрелял там все рогатое что он только мог увидеть значит продолжал жить в этом перестроенном поместье которое называлось кайзер вилла по понятным причинам его жена елизавета в это время осваивала свои собственные хобби она занималась тем чем не должна была конечно заниматься женщина особенно женщина из высшего света особенно императрица в середине 19 века она занималась двумя вещами первое гимнастикой второе хайкингом и то и другое это было нонсенс это как не знаю как если бы по нынешним меркам как если бы на порнхабе был бы аккаунт в общем императрица елизавета во-первых всех своих всю свою свиту таскала по всем этим холмам горам и долам за собой потому что она очень любила пешие прогулки в гору не сказать что свита была довольна потому что не все хотели заниматься хайкингом но сопровождать императрицу было нужно ну во-вторых она занималась гимнастикой это правда было нечто пронографическое на тот момент вот а франц иосиф ездил и стрелял всякую дичь отношения между супругами их принято представлять такой идеальной парочкой особенно королевской и до сих пор приезжайте в любой австрийский город в любом сувенирном киорске можете купить кружку с изображением франца иосифа и его сиси вот их представляет такую идеальная парочка действительно они были довольно красивыми ребятами в молодости особенно вот но их брак распался довольно скоро уже через несколько лет оставалась взаимная симпатия оставалась дружба оставалось такое семейное партнерство но не было любви и не было больше брака это сиси подыскала себе замену сама собственно ручно это была актриса из венского государственного театра катарина шафон шрат и катарина шрат стала ближайший я уж не знаю платонической или плотской любовью императора и долгие долгие годы она была такой как бы кшесинской как кшесинская при николае вот эта катарина шрат была при франце иосифе и у нее тоже был домик бат ишли он до сих пор находится на в лесах по моему он полузаброшен я лично не сделал попытку его найти но отскать его можно и вот это вилла императорская вилла в бат ишли долгое долгое время была императорской резиденции в шестнадцатом году франц иосиф умер империю наследовал его сын карл кажется да карл вот ну а потом это было уже в разгар первого мировой войны империя развалилась то ли в восемнадцатом то ли простите просто ли в девятнадцатом году я не помню и все габсбурги стали из властителей из властителей и главной семьи в стране стали обычными гражданами у них забрали все их императорское имущество по по новым законам австрийской республики она все было реквизировано но это самая казер вилла в бат ишли она досталась какой-то там четвертой кажется дочке франца иосифа которая и без того имела довольно мало прав на престол наследия еще и муж у нее был там по ней марганатический был брак он был не королевских кровей поэтому они подписали дочка французь подписала свой отказ от любых претензий на любые государственные посты в новой австрийской республике и поэтому ей оставили эту казер виллу и до сих пор это казер вилла это частный объект она принадлежит семье габсбургов более того это единственно открыто для посещения объект принадлежащие семье габсбургов видимо осталось все таки не только это вилла и туда можно пойти только с экскурсии экскурсии довольно нудной там девушка конечно его работу не отравили выбросить на несколько раз в день рассказывать одно и то же людям которые тебя не слушают по ним на немецком языке фотографировать там запрещено ну тут мы конечно запрещено да 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 вот но прикольных момента там внутри во первых это вилла обставлена вся ровно так как она существовала при императоре она была видимо амузифицирована почти сразу это очень здорово это можно увидеть вы знаете вы попадаете как будто не все-таки не в музей а в настоящую императорской поместье во вторых она довольно скромные ну по императорским меркам уж мы люди выросшие в стране петергофа и катеринского дворца зимнего и всех прочих всего прочего веселья мы знаем что такое настоящая роскошь когда бриллианты потрясают австрийский двор двор габсбургов был устроен иначе там все таки он был очень церемонный очень строгих порядков это кстати от была одна из вещей которые бесили сиси когда стала императрицей но при этом все австрийские дворцы выглядят довольно скромные даже венские даже ховбург и даже поместье шонбрун тоже в вене они они выглядят довольно скромно по тем представлениям которые мы имеем от французских дворцов в версале и от наших в петербурге вот и это вилла выглядит еще скромнее чем даже те скромные дворцы второе значит второе что у меня там что мне кажется очень важным и и занятным для и пригодным для обсуждения что она вся завешана рогами поскольку этот франц иосиф был настолько маниакальным охотником и настолько маниакальным педантом то он каждого убитого им маленького косуленка большую косулю оленя лося он всех предлагал значит им всем отпиливать приказывал всем отпиливать рога помечать когда в каком лесу в какую дату и в какое время был убит данный объект и вся эта вилла она буквально рогата она вся увешана рогами самого разного калибра это производит самое криповое впечатление которое только может произвести интерьер то есть но всякое мы видели там кита сумасшедшие коллекции у людей бывает какие-то дикие картины это фонтаны посреди дома но чтобы все было в рогах которые ты сам отстрелил этих животных это что-то конечно уже это это реально болезненно там есть даже голова медведя и которого он подстрелил в под малой вишерой в россии видимо когда ездил к своим друганам из дома романовых это производит абсолютно адское впечатление ну и третья вещь которая наверное самая все-таки важная для нас всех фундаментальная там сохранилась поскольку французи жил там летом каждое лето по долгу то события которые случились в летом 1914 года застали его тоже в бат ишли как мы знаем его сын франц фердинанд поехал в сараево там устрелил террорист говорила принцип этот террорист был связан с он был сербом он был связан с сербскими правящими кругами австрийцы выкатили ультиматум сербы приняли ультиматум целиком кроме одного пункта что австрийская полиция приезжает туда и сама расследует или участвует в расследовании этого преступления этого целеубийства этого они принять не могли очевидно ввиду того что организации в которой участвовал этот говорил о принцип была связана правда с разными важными чуваками в сербии но они не пустили австрийцев и австрия австро-венгрия была вынуждена я не оправдываю это просто она была вынуждена согласно тому что они выкатили ультиматум была вынуждена объявить войну сербии и эта война послужила причиной готовящаяся война послужила причина мобилизации войск в россии которая вызвала крайне нервную атмосферу в германии германии тоже началась мобилизация в общем все со всеми вступили в войну так началась первая мировая война которая обрушит и австро-венгерскую империю и германскую и российскую и вообще всю европу и убьет 10 миллионов человек ужасно так вот для того чтобы первая мировая война началась надо было подписать декларацию об объявлении войны сербии и это должен был сделать глава государства император франции оси в который тем летом как раз находился в бат ишли и вот в конце июля 1914 года в маленьком кабинете за маленьким письменным столом из скромного письменного прибора который мог принадлежать какому-нибудь богатому врачу или нотариусу франции оси подписал тот самый документ который изменит наш мир на всегда это случилось ровно там в бадышле и до сих пор сохранился тот стол и тот самый письменный прибор где было это чудовищное преступление совершено вот когда находишься рядом с такими местами конечно ты понимаешь что можно не верить ни в какую метафизику можно не верить ни в какие ни в какую ауру энергетику и прочую туфту но что вокруг этих вещей есть какой-то вокруг этих вещей есть сгусток каких-то неоспоримых исторических зарядов вот с этим довольно сложно поспорить конечно когда оказываешься там или мне также доводилось быть на том самом мосту где было совершено преступление и был убит франц фердинанд или оказываешься еще в какие-то не знаю когда ты оказываешься в кремле например ты довольно четко чувствуешь что это за место такое когда оказываешься на дворцовой площади тоже довольно четко понимаешь где ты сейчас оказался вот ну и рядом с этим письменным столом уж казалось бы ничего не может быть пасторальные и милее но там ты чувствуешь что ой 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 вот это местечко вот это же это штучки конечно здесь те показывают вот рекомендую если вы окажетесь в зальцбурге скатяйте в бат ишель это всего лишь часок в пути по невероятно живописной австрийской природе зальцбургского края простите что никак мне не дается тараторию тараторию никак мне не дается это прилагательное ну что у нас с вами остается полчасика хотел бы с вами побеседовать про зальцбургский фестиваль мы закончили но вот мне еще случилось оказаться в кенте и в нижнем новгороде давайте определимся а вот что еще хотел сказать что довольно радостное событие не только для меня но и для всей нашей радиостанции мы наконец-то начали вещание во пскове город этот давно меня притягивает и всегда мне был симпатичен я хотел бы несколько слов о нем сказать а ты как говоришь псковитяне или псковичи ну опять же поскольку я очень люблю оперу псковитяне и как-то слушал в концертном исполнении оперы псковитянка римского коровского больше никак я не хочу называть а кстати правда мы же забыли представить твою программу псковы из-за того что ты то в ташкенте то в зальцбурге да чего-то сразу начал тараторить но я себе записывал и очень хотел со псковитянами поздороваться и познакомиться отдельно один раз меня заводила судьба в псков я был там на съемках мы там снимали про древнюю русь как мы знаем псков был городом отдельным не захваченным монгорским нашествием городом который называется рениковой республикой свечевым управлением и так далее он был захвачен естественно москвой и там до сих пор есть довольно чудовищный памятник камень помню даже недавно был поставлен уже в путинской россии это камень который отмечает там с какие-то лети с тех пор как псков начал платить налоги москве классно до централизация децентрализация помнили дорогие псковитяне нам не нужда налоги нам хотелось бы чтобы ваш город процветал чтобы ваш город был хранил традиции хранил историю был самостоятельным независимым ни на что не похожим городом с чисто псковским населением я знаю что она выпуска ведь они довольно значительно себя отделяете от всех остальных пусть так будет всегда я бы очень хотел чтобы вы были таким же отдельным уникальным городом каким вы остались навсегда в нашей истории а вот то событие которое чтит этот странный памятник в вашем городе оно описано в летописи очень красиво о псковская летопись которая зафиксировала поколение пскова в 15 веке москвою московий о славнейший город псков так писал летописец великий из городов чего ты сетуешь о чем плачешь как не плакать мне прилетел на меня многокрылый орел с крыльями полными львиных когтей и взял у меня три кедра ливанские красоту мою богатство моё и детей моих исхитил землю опустошил людей моих пленил торжеща мои раскопал отцов и братьев наших развел туда где не бывали отцы и деды наши то так закончился вольный псков но мне хочется верить что в двадцать первом год в двадцать первом веке и двадцать первом году все-таки события средневековой поры возможно преодолеть и я надеюсь что мы вместе с вами это будет одно из пусть это будет одно из немногочисленных прямых влияние москвы на вас вещание у вас в городе серебряного дождя пусть мы с вами таким образом будем вместе и никогда больше ваша земля не будет не опустошена не исхищена тем более уж москвой вот мы очень хотим с вами дружить очень хотим больше получать сообщений из пскова пожалуйста пишите их нам на плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 я очень надеюсь что у меня появится возможность снова туда отправиться снова посетить мирожский монастырь снова увидеть все чудесные достопримечательности пскова и просто там побывать может быть пообщаться с вами я поздравляю вас что наконец-то серебряный дождь вещает в вашем чудесном городе по крайней мере для лично для меня это замечательное событие я к нему всегда был неравнодушен но вот теперь мое неравнодушие нашло выражение и в том что теперь вам приходит придется меня терпеть по средам с восьми до десяти утра программа наша называется только начало собственно самое время на 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 полутора часовом периоде сообщить о том кто мы такие смотри ну вот будем знакомы таким образом и вернемся через несколько минут